всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео 3 мировая война когда она начнется когда она будет как это будет кто в ней будет участвовать никогда в жизни не подумал бы что я буду писать подобное видео я в последние полгода с момента рашистской агрессии против украины всем в каждом ролике практически касающийся этой темы повторяю что я никогда не был апокалиптиком наоборот я обличал апокалиптиков по книге откровения я показывал и доказывал что мы не вошли вообще в книгу откровения в последние времена времена апокалипс как называют но со времен рашистской агрессии 24 февраля 2022 года я стал менять свое мнение сегодня у нас 23 сентября 2022 года уже больше полугода идет эта агрессия это бойня и по ходу это что это есть начало третьей мировой войны по поводу того что вошли не вошли я кратко все скажу что и сейчас я не утверждаю я лишь предполагаю что мы при дверях или возможно мы вошли но мы не можем ты не можешь сказать что ты вошел пока ты не сделал шаг до пока ты не переступил порог двери тогда ты очутился в другой комнате вот когда мы увидим те события но я уж всех конечно призываю посмотреть мое чтение книги откровения с комментарием на канале христолюб чтение библиных писаний на этом канале на котором сейчас смотрите это видео христолюб пропутию пищу в пустыне вегана плейлист последние времена апокалипсис любовь к врагам патриотизм все эти ролики я здесь там собирают последние времена у меня целый раздел разделил я на апокалипсис на времена антихриста на царство само царство это антихриста второе пришествие и царство небесное все на канале найдете нет мне там есть инструкция подробная все будет легко найти понятно и сегодня я с вами поделюсь своими мыслями не буду понтоваться его пить что мне бог что-то с небес сказал нет это мои внутренние ощущения мои мысли ну конечно же я беседую с богом я размышляю задаю вопросы убежден что он мне отвечает как отвечал всегда я поделюсь вами то что у меня сегодня на сердце как лежит я уже вы знаете я сейчас вам на картинках все не показываю я и все эти ролики вы найдете я уже о ядерной войне недавно записал то есть очевидно что она уже будет это уже безусловно те люди которые сейчас управляют ну в частности расистской федерации и в принципе не сильно от них отличаются руководители всех стран планеты это люди одержимые есть более простое выражение бесноватые они одержимы одержимые безумием и видно что это именно одержимость уже то есть когда человек одержим скачить с этих вилл без а ну не знаю очень тяжело вот поэтому скорее все я буду очень рад если всего этого не произойдет если вдруг все это вот по щелочкам пальцев вдруг раствориться и мы все станем жить в любви и радости но что-то в это мне никак не верится от слова совсем по поводу третий третьей мировой войны которую как я вам сказал я уже теперь думаю что мы конечно вступили по книге откровения по бледному коню имя которому смерть которым будет дана власть все печати открываются хоть там в книге описаны якобы последовательно но по сути они как последовательно открываются так в общем-то в концовке становится все открытыми и там есть очевидная цифра понятная нам оставлено для людей знающих ищущих потом знающих до что будет умершли на что этому бледному этому всаднику смерти на бледном коне имя которому смерть дана власть умертвить четвертую часть населения земли войнами эпидемиями голодом землетрясениями всякими всеми этими стихиями так далее до четвертая часть земли это 25 процентов каждый четвертый человек на земле которую вы знаете вокруг вас будет мертвым вот это очень понятно это это огромная цифра в планетарном масштабе нас сейчас около 8 миллиардов это два миллиарда человек это огромная сумма это паха это похоронная музыка будет играть как песни на радиостанции каждую секунду до бедми непрерывно вот это очень это очень яркий показатель я обличая апокалиптиков всегда показывал доказывал и примерами историческими о том что даже 1 2 мировая несмотря на все что там были эпидемии голод войны тогда погибла но ориентировочно там меньше одного процента на земле вот это очень важно вот именно это я показывал что эти события не сбылись на самом деле ничего нового в этих печатях там четыре из которых являются конями образами к всадников на коне все это одно и то же там пропаганда голод эпидемии войны гонения и катаклизмы все это все что там было все эти печати они все одинаковые они всегда как иисус сказал все то же самое первых песен еще когда кай наве любил ничего нового не происходит но вопрос масштабов просто вот и все последние времена чем они будут отличаться от первых и всех последующих которые были на протяжении всей всей истории существования человечества это лишь масштабы вот и все просто таких масштабов не было последним времена то не последний что масштабы все как говорят да переполнена чаши господни вот и все просто уже дальше некуда потому что мы живем в пространстве измеряем временном измерении и у него есть просто границы есть пределы всего нашего тела нашего дома нашей дороги нашей планеты она кругленькая маленькая да теперь для нас для всех даже тесная как мы видим как всегда все нам все мало вот здесь то же самое здесь просто достает предел вот и благодаря этой конечности мы можем это закончить раньше просто да вот и поэтому все вот это сейчас при дверях поэтому утверждать что мы в книге откровения можно будет только тогда когда это сбудется но сбудется это вот как сказал когда будет умишлен 2 миллиарда людей я думаю что там не написан срок но очевидно что это какой-то небольшой период времени год 2 3 5 неважно это все равно не просто не 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 невообразимая цифра мы видим что сейчас происходит на сегодняшний день и то что будет ядерная война я уже сказал однозначно начнется она конечно же с путлера который отдаст команду бомбить когда он отдаст эту команду и начнется третья мировая война сейчас идет фашистская агрессия против украинского народа 100 момент когда путлер нажмет кнопку но вы знаете это образ как у нее кнопки нету есть лишь определенные тайны к кода которую он там поднимая телефон никто толком не знает конечно как все это происходит да на то она и тайна и гостайна как говорят да ну так ориентировочно что он там поднимать трубку по ступенькам вниз спускается эти команды передаются эти коды да но он передает там допустим шагу этому и безумцу вот и так все это спускается до самого последнего безумного солдафона который получая эти коды там и там естественно с координатами и со всеми все ну или они заранее допустим а ну как заранее обговорено да и тоже не знает куда бомбить будет то есть ну как там все это происходит и в общем то все это происходит да и выпускаются ракеты и происходит ужасное ужасное событие атомная война вот именно с этого момента что начнется ну понятно все уже знает очевидно будет ответка прилетит в сторону российской федерации ответка и первое откуда она прилетит это конечно же америка англия возможно франция германия на не какого китая на не прилетит и и а то вот я слышу уже там некоторые да с китая ну те же самые украинцы ну то же самое гордон там любит говорить что китай этого не потерпит у него у него не неправильно и понимание вообще всех событий этих этих да по крайней мере могу сказать дмитрий гордон который украинский вот этот журналистом интервью вот китай именно с этого момента счет третьей мировой и начнется она почему она мировой называется это не дело не в том что только в ответку со стороны а там англосаксов как называет американская но американцы англичане естественно будет по одну сторону до что с их стороны прилетит ответка нет ни в этом сути и скажем прям суть и конец и начало и конец третьей мировой нет это только начало прилетает ответка это само собой но именно в этот момент когда путлер нажимает кнопку как я образно буду говорить да что это момент происходит в этот момент происходит китай нападает на тайвань именно в этот момент это произойдет я убежден как я говорю лучшего времени не лучшего а самого подходящего момента до для этого больше просто не существует именно в этот момент китай нападет на Тайвань. Именно с этого момента Китай, нападая на Тайвань, все входит в прямой конфликт с Соединенными Штатами в том числе. Соединенные Штаты уже не раз в лице Байдена того же самого озвучили, что они не просто уже как Украине будут помогать оружием, разведкой, всеми этими вещами, гуманитарной помощью, деньгами прямыми, они прямо будут вступить в конфликт с Китаем. Это самое важное понимать, именно с этого начнется Третья мировая война. Китай будет воевать с Америкой за Тайвань. Ну и давайте по географии пройдемся. Я много раз всем рекомендовал посмотреть, еще есть время пока. Посмотрите обязательно на BBC, есть серия таких фильмов, можно сказать, документальная серия. Вторая мировая в цвете. это вот для общего понимания. Она мировой называется не просто так. Будет полыхать весь мир. Ну и давайте по карте как раз прям прикинем кто и что и за кого. это я считаю очень важно просто понимать эти простые элементарные вещи. Я вот вам открыл гугл-карту, нам будет проще посмотреть. вы знаете, вы помните ролик я записал, когда Черчилль сказал, что нацисты будущего будут самыми рьяными антифашистами, антинацистами. Конечно, можно порассуждать еще, я тогда сказал об этом, но получается, что все-таки так зеркально не получится. Конечно, кто больше всех кричал в победе над фашизмом, это расисты, да, они ими и стали. Пальму, ветву у них приняли. Но не все так просто. Была, конечно, во Вторую мировую агрессором и Япония. Сейчас мы о ней поговорим. Была Италия, мы сейчас о ней тоже поговорим. Но опять же, самые основные участники это Англия, это Франция, это же сам, конечно, безусловно, вся Европа в лице больших каких-то стран, да, и, естественно, это Америка. В любом случае, без нее никуда, да. Вот. И сказать, что зеркально, нет. Получается, что в этой Третьей мировой войне агрессорами будет выступать прежде всего Россия и Китай затем, да. Китай во Вторую мировую был. Ну, и вот, кстати, относительно агрессора, в принципе, получается, ну, практически срабатывает, я говорю, вот. Если во Вторую мировую Китай был жертвой, да, при нападении Японии, то в этот раз, наоборот, Китай будет агрессором. Россия была, можно сказать, жертвой. Ну, все это очень относительно, вы знаете мои ролики, видео, то, что я рассказывал обо всех этих событиях, ну, относительно, да, все равно была жертвой, а Германия была, фашистская Германия, Италия там были агрессорами, да, вот. Ну, я говорю, и они в этот раз переобуются, и наоборот, станут агрессорами. Но опять же, в прошлый раз Англия была тоже жертвой, да, но она и в этот раз, можно сказать, будет жертвой. Америка тоже была жертвой, она сама ни на кого не нападала, в этот раз опять будет, можно сказать, жертвой, да. Вот. Ну, вы понимаете уже всю эту игру слов, это все очень относительно, вот. Ну, и давайте еще раз посмотрим, то есть, сейчас идет Россия на Украину агрессией. Естественно, ответка им прилетает от всей объединенной Европы, как бы там, какие внутри страны не относились, все равно со стороны Европы, естественно, идет ответка России. Китай. Через Тайвань, так скажем, можно так сказать, ну, я тут не буду вам Америку показывать, карты, она интерактивная, хоть, ну, тяжело будет двигать, да, то есть, грубо говоря, через Тайвань на Америку нападает, или как хотите, а Америка, естественно, отвечает Китаю. Вот вам второй огромный конфликт. Конечно же, Америка в любом случае, она тоже и здесь, она через Европу. Америка будет поддерживать, естественно, два конфликта, участвовать в двух конфликтов, против, против России, Российской Федерации, против Китая. Англия, Англия, естественно, будет, что-то тут как-то не написано, Англия, ну, там она есть, в общем, да. Англия, естественно, тоже участвует в двух конфликтах, то же самое, просто против Рашистской Федерации, 100% Англия будет участвовать, будет союзником Америки, против Китая. Все, что у нас вот здесь на Востоке, как его называют, да, здесь, естественно, главарем будет Турция, здесь вообще будет замес, кто знает Восток, это всегда называют таким винегретным бульоном, здесь начнется полный хаос, какой он и до сих пор от времен еще Адама с Евой, здесь то же самое, ну, конечно, Турция, как самая большая и мощная, так называемая, потом все, конечно, узнают, насколько она большая и мощная, как армия Рашистской Федерации, в любом случае, конечно, здесь будет рулить Турция, здесь начнется бой непросто непонятно кого и с кем, конечно, полыхает все сразу, Израиль, Палестина, Ирак, Иран, Турция, Сирия, я уж молчу про все эти, там, суннитов, шинитов, и всех вот этих, да, племен там, все это, естественно, в общем, полыхать начинает все полностью, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголия, все это начнет полыхать, вот, весь этот, вот этот вот Восток, так называемый, ближний, дальний, там, не суть, кто как делит, все это начинает полыхать, там, 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 оно часто всегда полыхает, или тлеет, вот, там начнется полный караул, там ни на кто, ни Англия, ни Европы, ни Америка, ни на чьей стороне не будет, живой пример, недавний конфликт Азербайджана с Ереваном, вот, и никто там, ну, там хоть Америка тоже, что-то так стало, немножечко, на словах, но это все будет только на словах, они тут будут сами резать друг друга, разбираться, никто в это вмешиваться абсолютно не будет, потому что, когда ссорятся большие, как говорят братья, маленькие будут, потихонечку там вырезать друг друга. Естественно, кто знает Африка, это такой же, вечно тлеющий котел, начиная с юга, где в секонд-хенде, с автоматами, бегают, вечно эти, бег, как там, я не знаю, в общем, люди ушли от всего, от естественного образа жизни, действительно, какой-то гибрид между какой-то американской мечтой, но при этом в секонд-хенде, да, там бегают, и одно племя друг друга вырезает, с 50-летними калашами, которые их туда поставляют, ну, и заканчивая, естественно, Ливаном, там, Тунисом, все, 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 что тут наверху, всегда, Египет, Судан, все там, вот это, все там, Нигерия, полыхнет, все сразу, Африка всегда такая же полыхающая, да, там все будет то же самое, я говорю, мы об этом даже с вами знать не будем, вряд ли кто-то там в новостях будет, в той же самой, ну, я как русскоговорящий, что кто-то будет этим вообще в Российской Федерации, в Российской Федерации интересоваться, вот, но Африка однозначно будет полыхать вся, ну, полыхать она будет, ножи до, эти, до калаши, там, поэтому, да, взорваться или ничего не будет, чем будет заниматься Индия, я понятия не имею, честно скажу, может, какой-нибудь вообще нейтралитет выберет, я что-то про Индию даже понятия не имею, вот, ну, Австралия однозначно займет, ну, я так думаю, вернее, вот, это, конечно, страна Америки, союзник Америки, скорее всего, она будет воевать против Китая, присоединиться ли она против фашистской агрессии в союзе с Америкой, Англией, Европой, я не знаю, но против Китая, возможно, будет, потому что это все тут близко, потому что, естественно, Китай после захвата, ну, попыток захвата, понятно, будет просто бойня, Тайваня, естественно, тут полно островов, стран, Тайвань, Филиппины, и Япония, да, добрались до Японии, Япония, естественно, в союзе с Америкой в этот раз, только будет уже не со стороны агрессора, якобы со стороны жертвы, естественно, будет тоже в союзе с Америкой, вот, ну, опять же, просто все далеко, и поэтому будет ли, хотя, возможно, Япония также выступит союзником и против фашистской федерации, я говорю, если только все это было в Первую, Вторую мировую Японию, была агрессором, здесь она якобы будет просто, ну, так же, так скажем, оттягивать силы от, 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 от Востока, да, от бойни с Европы, Рашистской Федерации, чтоб фронт разделить, расколоть, Рашистскую Федерацию на, на, на два фронта, на две части разорвать, поэтому, возможно, Япония будет, с этой стороны, но, опять же, имеется в виду о прямом вступлении, не просто там деньгами, или еще чем-то, а именно войсками, вот, но уж точно, что она будет с Китаем, это так, по поводу, в принципе, самой, сейчас я, так, мы тогда подотрем, это, самой, конечно, Америки, ну, понятно, что Северная Америка, всего-то, в принципе, крупных, три страны, да, Канада, Штаты и Мексика, я, если честно, не специалист по, Америке, да, и, понятия не имею, несмотря на то, что Трамп там забор хотел строить с Мексикой, насколько там плохие или хорошие отношения, какие-нибудь территориальные тоже притязания, я не знаю, ну, Канада и Америка, это плюс-минус одно и то же, в моем понимании, не знаю, насколько у них там тоже все хорошо или плохо, ну, в принципе, тут понятно, тут я всем говорил, только юг может полыхнуть, я говорю, это, я не знаю, что там с Мексикой, ну, Куба, вечные противники, да, понятно, это маленькая, казалось бы, страна, но ведь, когда-то, Карибский кризис чуть не состоялся, да, поэтому, все это, непонятно, как будет, да, поэтому есть и здесь, и страны, и все, ну, и Южная Америка, честно, я тоже не знаю, насколько она там полыхнет, насколько там, когда начнут большие братья ссориться, что там будет с этими странами, всеми этими Бразилиями, Чили, Эквадорами, Перу, и Колумбиями, я думаю, что там своих проблем хватает, все это, возможно, полыхнет, но опять же, ну, по крайней мере, такие как мы, русские, такие как я, русскоговорящие, вряд ли уже что-то оттуда будем слышать, да, хорошо, если что-то в катакомбах будем вообще слышать о европейской части, что у нас тут, какой бардак происходит, вот так вот, ну, а самое основное, в принципе, я вам сказал, вот такой вот, такой вот вам прогноз, или, как я там ролик хотел назад, сценарий, третьей мировой войны, на самом деле, это не шутки, говорю я, это ни капельки, не, 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 не ради, как я сказал, ловление хайпа, или еще что-то, это реальные мои мысли, вот, а по поводу, когда Путлер нажмет кнопку, вот сейчас, вчера, позавчера была объявлена мобилизация, тоже записал видео, вы знаете, вот, сегодня уже, по-моему, эти референдумы начались, с 23 по 27, те 300 тысяч, что там были в этой мобилизации, это все чепуха, сегодня уже идет, получается, вот третий день, и уже какая-то информация поступает, вот я видео, естественно, за этим за всем пристально слежу, и что же происходит, очевидно, что грибут всех, и естественно, набирают они, киньи 300 тысяч, набирать они будут и миллионы, и 2, и 3, сколько дураков, лохов придет, всех они подгребут, единственное, тоже даже они, 300 тысяч, Шойгу, этот картонный генерал озвучил, она не с неба взята, это просто, это реально просто цифра, сколько будет брошено сразу, сколько они способны физически обслужить, собрать там, хоть что-то на них, надеть хоть какой-нибудь гондон, резиновый, чтобы хоть от чего-то там защитить от ветра, дать какой-нибудь, хоть какой-нибудь палку-стрелялку, какую-нибудь гранату, которая, возможно, сама ему руку оторвет, куда-то его положить, и каким-нибудь говном его накормить, поэтому и цифра Балашойгу озвучена, 30 тысяч, такая, это тех, кто им прям сегодня нужны, кого они способны физически там перевести, я говорю, сназить, разместить, распихать это мясо пушечное, там по фронту раскидать, а естественно мобилизует, кто видит всем, всем абсолютно, шлют мертвым, коллегам, всем на свете, просто вот кто, какие списки есть в военкомате, просто всем подряд шлют, раздают на улице, повестки, это не имеет значения, естественно, просто ставят на крючочек, цепляют, неважно там, сегодня тебя отправят, не сегодня, вот, но тебя отправят, вот, поэтому это такая, можно сказать, отчасти перепись, да, кто, кто готов, они хотят понять, поэтому они рассылают абсолютно всем, вот, поэтому туда и все идут, а возьмут, конечно же, не всех, вот в первый, но это сейчас, да, вот, сегодня 23, вот, у вас на экране, да, тогда, сегодня 23 сентября, впереди зима, уже осень, уже первый месяц осени заканчивается, ну, их сколько-то будет обучать, понятно, там, тех, кто хоть как-то какие-то воевал, их прям сразу начнут бросать, ну, короче, суть в том, что, конечно же, Путлер будет, и вся его, эта военная хунта, она, естественно, сначала попытается все это взять, все равно силам, это будет еще одна последняя попытка, вот сейчас сколько вот этих 300 тысяч наберут, это, я говорю, цифра была не случайно озвучена, это та цифра, которая, они хоть как-то могут, хоть как-то, я говорю, их во что-то обернуть, это, это говно, да, и вот туда выбросить, и попытаются еще последний раз взять силой Украину, да, вот, после того, как это не получится, а это, естественно, не получится, им будет нажата, это ядерная кнопка, ну, уже еще раз оговорюсь, это образное действие, образные слова, вот, когда это, соответственно, будет непонятно, потому что непонятно по бестолковости, вообще, ведение войны, я хоть тоже, что не супер военный эксперт, но когда вы там собирались за три дня брать второй армии мира, да, соседние, как они говорят, никудышное государство, да, несуществующее, да, а уже больше полгода, там, пытаясь что-то воевать, вот, то очевидно, что сколько это будет, сейчас зима, это вообще непонятно, как они там собрались все это делать, там в одной окопе только замерзнешь, либо они хотят вообще успеть это, вот, сегодня с 23 события могут развиваться очень стремительно, да, от записи этого ролика я понятия не имею, сколько время произойдет, вот, ну, вот у нас тут два варианта, либо это произойдет, потому что воевать зимой, я вообще не представляю, как они там будут, если честно, уже осень я не представляю, вот, еще какая осень будет, поэтому не знаю, а за октябрь, да, там может сколько-то наберется, 50 тысяч, сейчас они, но это они просто подбросят на фронт, там, может, полтинничек тех, кто хоть там что-то откуда-то, где-то что-то держал, когда-то где-то участвовал, там, может, наберут, кто-то там в Чечне, там был, еще где-то, вот, с тех времен, хотя там был, я не знаю, как там можно 50 тысяч набрать, кто имел опыт, как они, как боевые действия, даже 50 тысяч набрать, я что-то сомневаюсь, что в России 50 тысяч наберется имеющих боевые опыты, я в том ролике, а вот когда я на мобилизацию сразу записал тоже, я говорил, именно имеющих боевые опыты, в России совсем немного людей, потому что они либо же умерли, либо старые, либо пожилые, хоть какой-то, даже чеченский, это уже, я рассказывал, что я даже не попал в третью кампанию, а мне уже 40, то есть это уже люди с болячками и прочие вещи обремененные, как они там будут воевать, я понятия не имею, вот, сколько, вернее, их будет, а как воевать, это уже другой вопрос, вот, и поэтому вот эти вот, но остальных 300 тысяч лохов, я не знаю, как они будут там все это, это не так быстро, хоть какая-то у них будет учебка, сколько надо сейчас времени пошить им все эти, какие-нибудь резиновые гандоны, чтобы на них надеть, вот, ну, вот так вот, поэтому, успеют ли они до зимы, я что-то, даже до ноября, один месяц, в октябрь, в ноябре уже там, в грязи, по макушку ползать, я, если честно, что-то с трудом все это представляю, я не воевал, и не собираюсь, да, ну, так, чисто, чисто логическим умовым размышлением, которое у меня, в отличие от них, присутствует, вот, ну, либо это все отложится на весну, вот и все, то есть, это будет последняя попытка захвата Украины, после этого будет, будет уже, естественно, это будет, это будет ужас, это будет полный, полный какой-то пипец, вот, естественно, это будет выпущено сразу, естественно, это будет выпущено по Украине, как это говорят, это тактическое ядерное оружие, да, то есть, там, по центру принятия решения, по каким-то точкам ключевым, по основному скоплению ВСУ, войску украинскому, вот, ну, в общем, короче, по Украине начнут бомбить просто, массированными, как они говорят, тактическими ядерными ударами, это будет не один, это будет целая, там, выпущена, свора этих ракет, да, естественно, тут же им летит ответка, ну, и они, естественно, будут тоже мочить в ответ по Америке, там, Англии, Германии, в общем, все, кто выпустит, они будут в ответку, полетит все, это будет попа, но этим все не закончится, почему-то у людей странное убеждение, я вот так тоже логически, что, типа, вот, ядерная война, это конец, это не конец, и более того, она, эти все ракеты будут выпускаться, не с целью просто все уничтожить, нет, после этого, для чего вот эта мобилизованность идет, и вы думаете, что только, вот по поводу мобилизации, опять возвращаемся, вы думаете, только будет, я говорю, каких-то там набирать с опытом, еще не в оконцовке, в России в то же самое, грести начнут всех, любого мужика, дойдет, как во вторую мировую, детей будут, стариков, всех на свете, вот, и цель, естественно, не просто там бросить какие-то там ядерные, боеголовки на Украину, и забыть о ней, нет, будет все равно захват, все равно нужны будут люди, которые потом будут идти по этой территории, где-то заражены, где-то нет, и все равно захватывать, оккупировать, занимать места, да, то есть, все так и будет продолжаться, ничего это не изменит, взорвут ли Путина, Путлера, попадут по нему или нет, по нему здесь тоже будет метиться, это не суть важно, уже расистский режим, в расистской федерации, в Путлеровский режим, в расистской федерации, он принял необратимое, это болезнь, так скажем, или этот монстр, он просто переродился в такое, в то, что это уже не имеет значения, будь там Путлер, нет, его место сразу займет кто-то другой, расистов не остановить, их больше половины в России психов, вот, они будут вести эту бойню до последнего расиста, это просто очевидно, поэтому, кто думает, что там ответка прилетящая, или, плюс даже прилетящая в бункер Путлера, это что-то изменит, нет, это ничего не изменит, мы видим с вами, до чего расисты, русские докатились до расизма, да, вот, это будет бойня до последнего расиста, вот, и так же до последнего китайца, как там склонить в сторону нацизма, я сейчас пока не придумал еще, вот, все будет то же самое, поэтому, поэтому будет вот так вот, это будет попа, естественно, это все связано со всеми печатями, будет, будет голод и болячки, все естественно, все понятно, но я сейчас не об этом, я сегодня хотел рассказать о сценарии и участников, вот так это все будет, и это не за горами, это будет буквально вот, ну, в этом году, вот, до конца года, или начало следующего, все, больше дальше этого просто быть не может, война это дорогое удовольствие, войну содержать не очень сложно, вот, если вы заметили, заметите, если вы интересовались историей, вот, войны идут достаточно небольшой период времени, ну, я имею в виду, не относительно одной жизни человеческой, относительно истории, вот, даже Вторая мировая длилась, ну, всего шесть лет, ну, понятно, там, на Востоке дольше этот период тоже был, но относительно это недорого, не забывайте о том, что это, это было 80 лет назад, мы с вами живем в современном мире, знаем, как быстро теперь течет, как все усилилось, время летит незаметно, у нас все умножилось, у нас умножились мощи, возможности, Земля теперь круглая, разведка, спутники, все эти сами события, говорят, что все, у нас все очень быстро решается, раньше преступник, раньше СМСка, это гонец на коне, сейчас, это мимолетное поступление информации, из любой точки мира, в любую, за долю секунды, поэтому не сравнивайте, 6 лет Второй мировой войны, превратятся в, вот то, что это будет Третья мировая, возможно, всего лишь там, я не знаю, около полугода, а потом мы будем на пепелище, на этом, и в этом аду, что тут пытаться, месим, потому что после трех коней, будет еще три, после семи печати, еще нам придется жить, жить при семи трубах, воцарится антихрист, это надо не забывать, да, вот, потом еще и его царство будет, и семь чаш, выливающихся на землю, об этом надо не забывать, то есть после семи этих печатей, вот сколько они будут длиться, сколько это период, семь печати, это по сути, это есть Третья мировая, все эти кони, всадники, вот, сколько это будет длиться, я думаю, что недолго, при имеющихся, всех вот этих вот возможностях, при такой вот это, это все, ну, может не полгода, и может даже не год, два года, пусть три года, потому что это будет очень стремительно, накатом развиваться, вы заметите, как и ту же самую Рашистскую Федерацию, как лягушку в кипятке варили, потихонечку, все время, говна, блевотины, вранья, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, пока чан полностью не становится, блевотским, вот, и здесь то же самое, воюем тоже, да, сначала потихонечку, сначала пытались так, маленькими силами, все это накручивается, накручивается, все резче, 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 вот, если там о референдумах говорили давно, а теперь бац, прям завтра делаем, мобилизация, да нет, еще не бац, и завтра, то сейчас все будет резко, 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 потому что на все это нужны деньги, никто там в окопе зимой не будет всю зиму сидеть, ноги свои просто отмерзать до задницы, чтобы ему их отрезали, это будет все очень быстро, вот, поэтому вот такие вот события, я говорю, когда они будут, сколько все это продлится, сколько это будет вся бомбежка, сколько это будет, не знаю, вот, хотя может быть я ошибаюсь, потому что я говорю, это боятся просто термограмм, да, война будет атомная, ядерная, но это не значит, что всех просто прям поголовно закидают боеголовками, все равно будет попытка, как говорится, победить, и хоть там где-то жить, вот, поэтому это все будет, ядерное оружие будет принято все равно изборочно, оно не будет прям напалмом, это я хоть сказал по Украине, это я тоже, я имел в виду, что это будет не один выстрел, вот, это будет, ну, может там 10 залпов, 20, по конкретным, очень важным всем местам, которые, ну, они считают, которые надо раздолбить, это же не вся Украина-то, 10-20 выстрелов, вот, естественно, нас ждет, не знаю, сегодня стоит об этом говорить, я говорю, естественно, мы поколеблем землю, все эти, все, что природа начнет обратно нам отдавать, помимо пролитой крови, на нее, ее детей, все мы ее дети, как, 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 все животные, все страдать будет, и так страдает еще больше всего, все будет, растительный мир страдать, да, вся эта кровь пролитая, естественно, природа начнет все это нам отдавать, Это все будет просто караул Это будет такой караул Это ядерная зима, она естественно настанет Все эти ядерные взрывы, они не проходят бесследно Мы просто будем с вами в аду Вот так вот И это все совсем не за горами Про ядерный взрыв я сказал Тогда в ролик записал Можете посмотреть, я здесь могу лишь повториться В любой войне, во всю историю человечества Применялось абсолютно все оружие Которое имелось на вооружении Какое бы оно ни было, беспощадным, безжалостным Антигуманным Разрушительным, мощным Абсолютно любое изобретение Которое только в голову дураку, человеку приходило Что-нибудь придумать Чтобы уничтожить Брата своего, ближнего своего Такого же человека Каким он и сам является по своему образу и подобию Все всегда применялось Все шло в дело абсолютно Будет применено полное и химическое И биологическое Какое они сейчас там имеют И сверхзвуковое, и звуковое, и электронное Психологическое, и психотропное Все, что они там придумали Все это будет применяться ради победы Так называемой Каждой стороны Это будет просто караул Вот так вот Такой вот расклад Неутешительный К сожалению Да Вот в общем-то и все Обычно у меня длинные ролики А тут всего на полчасика И то и сижу растягиваю Думаю, что вам добавить Чтобы еще один А то у меня обычно хорошие мысли потом еще приходят Но в принципе я вам все выложил Что у меня есть Остается только ждать Что делать, куда бежать Я не знаю Я вот сижу уже просто Знаете Как говорят Усядьтесь поудобнее Возьмите попкорна Да, конечно попкорн брать не хочется И садитесь поудобнее Но мы можем уже теперь только наблюдать Потому что что еще сделать Уже бесполезно Рашистскую машину не остановить Они одержимы Вот Это не останавливается Больше словом Словом можно было останавливать Когда еще хотя бы Да А это случай, когда Помните, когда Каин шел убивать Авеля Бог его пытался остановить Словом Он уже был одержим этой идеей И его уже ничего не могло остановить Вот так вот Так что Здесь вот такая вот печаль Что сказать, не знаю Сказал бы мне кто Пару лет назад Что я буду такое писать Я бы никогда не поверил Значит Значит докатились Значит пришло время Ну так вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому